Господи, благодарны Тебе за милость Твою. Благодарны, Господи, что Ты даруешь нам это благодатное время, чтобы открывать Слово Твое, чтобы слышать Весть Твою, чтобы сила Твоя, чтобы Дух Твой изменил жизнь нашу. Господи, наполни сегодня зал этот присутствием Твоего Святого Духа. Войди в сердца наши, веди нас, Господи, Твоим путем, чтобы нам слышать голос Твой. Все просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Какое счастье быть частью народа Божьего, говорить на разных языках. Вы знаете, я с детства получил особое благословение, потому что моя бабушка была с Украины. И она приезжала к нам в гости, и они с мамой моей с утра до вечера размовляли на украинской мове. И это помогало нам, детям, осваивать сразу с детства два языка. И я считаю это великим благословением, что мы с вами можем говорить на разных языках, потому что для Бога есть только один язык. Так ведь? Это язык Божий. Это язык Его любви. Я смотрел на этих многих деток, которые сидели здесь, слушали замечательную детскую историю. Я видел, как они на разных языках. Кто-то руку тянул и по-русски, кто-то по-английски хотел что-то сказать, кто-то тут же и по-украински. Посмотрите, вот где правда Божия, когда мы объединены Духом Божьим и знаем, что для Бога нет никаких границ. Границы – это наши человеческие границы. А для Бога это весь мир. Мир какой мир? Это Божий мир. Правда ведь? И для Бога все народы и все страны – все это дети Божии. И, конечно, мы признаем с вами, что есть сегодня места на нашей планете, где людям гораздо тяжелее и труднее, чем здесь, в этом прекрасном зале, в этой церкви. Я прошлым вечером упомянул о том, что у Галины, у меня, у нашей дочери, Варвары Петровны, была возможность этим летом Слово Божье возвещать, помогать людям, обнимать людей на востоке Украины. Первая суббота, которая у нас была в Днепре, особенно запала мою душу, когда мы подъехали к залу для того, чтобы начать этот день субботний прямо в центре города. Церковь в Днепре руководство арендовало прекрасный театр или дворец, дворец культуры, мне кажется, так он называется. И они сказали, это будет первый раз, когда мы собираем все церкви, после того, как ковид прошел, после того, как война началась. Теперь мы сможем, мы хотим собрать все церкви Днепра и вокруг Днепра вместе на одно служение. И мы с супругой заходим в этот зал, еще на улице, и в это время раздаются сирены воздушные, предупреждающие об опасности. И, безусловно, для нас это первый день в Украине, первый день в Днепре. Мы смотрим с волнением на других и думаем, что же делать, куда бежать, потому что эти сирены действительно громкие и угрожающие. А мы смотрим на этих людей, на молодых, на пожилых, они как бы ничего не слышат. Они идут в этот зал, идут с улыбками, идут с уверенностью, что Господь с ними, и Господь благословит служение там, в Днепре, где все собрались. И действительно, я вам скажу, это был праздник, видеть эти сотни, сотни людей, которые заполнили зал в Днепре. И это служение продолжалось многие часы. И они терпеливо все присутствовали, участвовали, пели, молились, Слово Божие читали. И я думал, сирены звучат на улице, тревога, трудно, однако они радуются тому, что знают Бога, как своего Творца и Спасителя. Вот где, я считаю, проявление веры, вот где твердость, вот где знание Бога. Если мы знаем Бога, мы идем мужественно вперед, мы доверяем Ему, мы любим Его и знаем, что Он любит нас. Так ведь? Мы знаем, что Он любит нас, Он возлюбил всех нас и принял нас. И мы хотим поэтому жить так, как живут дети Божьи. Ведь каждый родитель хочет, чтобы его дети жили так, как живут родители, чтобы они были похожи на родителей, чтобы они жили по тем же принципам, как и родители. И поэтому они так и воспитывают своих детей. И так и Господь наш, Который называет Себя Отцом, Отцом Небесным, Он хочет, чтобы и мы с вами тоже жили так же, как мы бы отражали характер Божий, Дух Божий. А Господь наш, Он Господь побеждающий. Он Господь побеждающий. Он победил на кресте самого великого противника Бога. Он своей смертной крестной смертью одержал победу над грехом. Я был в Сибири, в одном из городов, где была возможность проповедовать Слово Божие. И там присутствовали женщины из одного из приютов для женщин, у которых разрушены семьи, которые оказались не в состоянии сами иметь даже угол для себя или для своего ребенка. Они были из городского центра для матерей, которые оказались в этих трудных обстоятельствах. И, безусловно, мы старались их поддержать и помочь, и одежду купить, и продукты для того, чтобы как-то хоть какую-то радость принести этим людям. И мне было приятно, что на наш библейский семинар приезжали, или вернее их привозили. Хотя была возможность, чем мне нравится, конечно, восточная Европа, что там есть автобусы и можно приезжать на автобусах. Так ведь? А вот, мне кажется, это вот чего мне не хватает в жизни. Так вот, многие из этих женщин приезжали с детками со своими. Я помню, одна особенно подошла ко мне по окончанию очередной нашей темы, подошла и сказала, «Я устала жить во грехе. Я хочу другой жизни для себя. Я хочу жить иначе. Я хочу жить, пастор Петр, так как вот вы вот из этой книги читали, как Господь нас возлюбил и хочет, чтобы мы жили иначе. Вот так я хочу жить в своей жизни. Я должен вам сказать, что я часто вспоминаю вот тех многих матерей, которые с маленькими детьми были в этом зале в Сибири, которые молились о новой жизни для себя. И я верю, что Господь слышит их молитву. И Господь дает им силу жить жизнью победоносной, потому что дьявол желает видеть нас порабощенными, а Бог хочет, чтобы мы шли по этому миру и по этой жизни, как те, которые одержали победу. Друзья мои, сегодня, продолжая нашу тему победоносной жизни, которую мы начали вчера вечером, я хочу еще поделиться несколькими уроками с вами. Я постараюсь, чтобы эти уроки были очень кратки, чтобы не утомить вас сегодня, и чтобы вы, уйдя отсюда, не забыли эти уроки. Постараемся запомнить эти уроки. Первый урок на сегодня утро для нас, который мы должны все хорошо усвоить и принять, заключается в том, что каждый из нас, мы все рождены во грехе. Именно об этом псалмопевец говорит нам в Псалме 50-м, размышляя о своей жизни, он признает этот непростой факт своей жизни. Он сокрушенно, сокрушенным духом и сокрушенным сердцем своим говорит Богу о том, что он был рожден во грехе. Он говорит, вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Он открыто признает о том, что само его рождение в этот мир было результатом греха, потому что родители его тоже унаследовали этот грех в своей природе. Они несли этот грех в своей природе. Иными словами, сама природа, каждая клетка нашего организма, она уже зарождена во грехе, она запачкана грехом и несет в себе этот вирус греха. Тот вирус, скажем, вирус коронавируса, от которого мы с вами с такой радостью, кажется, начинаем освобождаться, на самом деле в более жестком проявлении проявляется в вирусе греха. Тот вирус, который может быть, я бы сравнил сегодня с раковой опухолью, эта раковая опухоль поражает сегодня тысячи, тысячи людей, миллионы людей. Кто-то из ваших родных, кто-то из ваших близких, кто-то здесь, из присутствующих в этом зале сегодня страдает от этой раковой опухоли греха. И мало что мы можем сделать для того, чтобы защититься от этого. Поэтому я сравниваю грех сегодня с раковой опухолью, которая поражает все человечество. Мы все с вами оказались поражены этой смертной болезнью. И похоже, что по-человечески нет надежды, по-человечески нету света впереди, нету лекарства. Как же выйти из этого положения, из этого состояния? Урок второй, который я хочу, чтобы мы с вами запомнили и усвоили. В чем первый урок? Давайте вспомним еще раз. Мы рождены во грехе. Урок второй, мы наследники греховной природы. Не просто, что наши родители зачали нас во грехе, а мы с вами унаследовали эту греховную природу. она перешла в нас, она перешла в наше сознание, перешла в наше сердце, перешла в наши и положительные качества, и отрицательные качества. Все это мы унаследовали, когда оказались рождены в этот мир. Ведь вы хорошо знаете, и родители, и дедушки, и бабушки, когда появляется новое существо на свет в этот мир, мы все, и как и родители молодые, но должен теперь признать, имея четверых внуков, что и дедушки, и бабушки тоже смотрят на этих младенцев, смотрят с восхищением и говорят, смотри, смотри, у него глаза моего цвета, или вот ты посмотри, у него ножки такие, как у меня, и все радуются тому, что какие-то гены из одного поколения перешли в другое поколение, и потом, естественно, как детки подрастают эти, и начинает проявляться характер детей этих, то дедушки и бабушки особенно следят за этими внуками и внучками, и если видят, что внучка себя плохо ведет, они говорят, это вот с той семьи перешли гены такие, вот в нашей семье таких ген не было, это вот наш зять принес такое в нашу семью, и безусловно, мы все хотим, чтобы от нас только все хорошее бы передавалось нашим детям и внукам, но, к сожалению, мы, или может быть и к счастью, не имеем контроля над всем этим, потому что так Господь устроил этот удивительный процесс новой жизни, когда объединяются природы и натуры и дедушек, и прадедушек, и бабушек, и эти заложенные основы и характера, и наклонности, и интересов, они передаются из поколения в поколение. Вы знаете, мой отец, и некоторые из вас, может быть, даже и помнили или видели моего отца Михаила Петровича, помимо того, что он был проповедником, любил Слово Божье, он был прекрасным художником. Он закончил художественное училище, преподавал рисование, и я, когда подрастал, я был третьим, или я и был, и есть третий среди мальчиков в нашей семье, среди братьев, то мой старший брат так хорошо рисует, настолько прекрасно Павел рисует, мой, а я, если мне давали в детстве листок и карандаш, то у меня единственное, что вот что-нибудь такого типа получалось, когда надо было нарисовать человека. Ну, не умею я рисовать, ну, не передался мне этот ген, и я за это, конечно, не виню ни папу, ни маму, и, зная и других моих членов семьи, я знаю, что, к примеру, тот же Павел, он прекрасно учился на скрипке играть, потому что наш отец играл на скрипке, и ему передался этот дар, а я не унаследовал ну никакого музыкального дара, поэтому молюсь о том, когда Христос придет, и мы будем в царстве, его первым делом хочу на скрипке научиться играть. Я думаю, что Господь даст мне такую возможность, я очень люблю слушать музыку, исполняемую на скрипке. Так вот, мы все с вами в определенной степени, даже в том, что касается наших наклонностей, интересов, проявления характера нашего, мы в той или иной мере отражаем то, что мы с вами унаследовали. А апостол Павел теперь переносит это в плоскость духовную. И вот этот второй урок наш, который заключается в чем? Мы наследники греховной природы. Апостол Павел Ефесянам во второй главе, третьем стихе, он говорит, «между которыми и мы все жили некогда по плотским похотям, исполняя желания какие? Желания плоти и помыслов и по природе были чадами гнева, как и прочие». Почему мы были чадами гнева, он говорит? По природе, обратили внимание, да? По природе чада гнева. К сожалению, к сожалению, очень многие люди, даже взрослые люди, оправдывают свой характер или свои поступки, свои действия своей природой. Я хорошо знал одного служителя церкви, который всегда раздражался. Он был очень раздражительный, он очень гневливый был. И всегда, когда в конце концов заканчивался какой-нибудь совет или совещание, и он проявлял вот этот вот гнев свой, он потом заканчивая говорил, ну, не обижайтесь на меня, вот такая природа у меня, он говорит. И я думаю, ну, природа есть природа, но есть и иная природа, которую теперь Господь привносит в этот мир, потому что в этом и есть отличие греховной природы от божественной природы, в этом и есть отличие того, что я называю себя христианином, я называю себя дитем Божиим, я хочу быть учеником Христа, я хочу в молитве своей говорить Отче Наш, то есть если Он Отец, то Его природа иного характера, иного духа, поэтому как дитя Божие, да, я унаследовал эту греховную гневливую природу, но урок третий тоже чрезвычайно важный для нас сегодня урок третий заключается в том, что заложник или тот, кто унаследовал эту природу и оказался в порабощении греху, не может сам себя выкупить. Вы слышали недавно, только история была где-то на севере Соединенных Штатов, на северо-востоке, девочка была взята каким-то мужчинам в парке, он ее схватил, девять лет, мне кажется, девочке было, и там вся эта местность искала эту девочку, это было страшное переживание для матери, все это буквально три или четыре недели тому назад, это не просто какие-то события, описанные где-то в истории, это то, что сегодня в наше время происходит, это девочка, которая была ей всего, если я не ошибаюсь, около девяти лет, естественно, она не могла сама себя выкупить, а тот, который ее в этом парке схватил, когда она каталась на велосипеде и увез к себе, он написал письмо и положил его в почтовый ящик родителей этой девочки, где он требовал выкуп за эту девочку, слава Богу, что он оставил это письмо, потому что благодаря этому письму и отпечаткам пальцев и телефонным звонкам, которые были прослежены буквально в течение нескольких часов, был обнаружен человек, который ее утащил, схватил, и нашли эту девочку, и она была в благополучии, но говоря об этом выкупе, родители были готовы на все, они были готовы на любые деньги, что угодно отдать, для того, чтобы свою дочь выкупить из этого состояния, в котором она была, из этого положения, в котором она оказалась, поэтому сама девочка себя не могла освободить, точно так же и мы с вами, оказавшись в заложниках у врага Божьего, мы не можем сами себя выкупить, что бы мы ни делали, как бы мы ни старались, вот этот третий урок, он для меня, вы знаете, открылся в некотором дополнительном смысле, открылся в первой книге царства по-русски, первая Самуила по-английски, первая книга царств, четвертая глава, если кто-то из вас помнит, и я уверен, что многие из вас помнят эту историю, но для меня она была очень поучительна, посмотрите, как начинается эта четвертая глава первой книги царств, сказано, израильтяне вышли на войну с филистимлянами, то есть опять это напряжение, опять это война, которая начинается, и стих второй, филистимляне выстроились против израильтян, и началась битва, и потом очень трагичное следующее предложение, где сказано, и был Израиль разбит филистимлянами, пало на поле боя около, кто помнит, около четырех тысяч человек, страшное бедствие для Израиля, великое переживание, они пытаются понять, что же произошло, почему это произошло, и когда они пытаются проанализировать все это, и приготовиться отыграть эту войну, и отыграть эту битву, они пытаются понять, стих третий, они спрашивают, отчего Господь поразил нас сегодня перед филистимлянами, и тут им кажется, они нашли ответ, посмотрите, им кажется, они знают, что надо сделать, они говорят, давайте возьмем из Силома ковчег завета Господнего, пусть он, пусть он будет с нами, тут, когда мы читаем этот текст, где сказано, пусть он, он с маленькой буквы написано, о чем идет речь, пусть он будет с нами, ковчег будет с нами, они говорят, пусть ковчег будет с нами, давайте возьмем этот ковчег, пусть избавит, опять же, речь идет о ковчеге, пусть избавит нас от руки врагов наших, восклицательный знак стоит, то есть ожидание этой победы, и народ действительно послал в селом гонцов, чтобы они забрали оттуда ковчег завета Господня, чтобы доставили туда, и он прибыл, этот ковчег, посмотрите, стих 5, после этого, в этой же главе, когда ковчег завета Господнего прибыл в стан, весь Израиль, как они отреагировали на это, весь Израиль издал такой радостный крик, что содрогнула земля, вот им казалось, вот, наконец-то, у нас теперь в руках есть то, что гарантирует нашу победу, теперь Бог будет вынужден нас защитить, потому что у нас есть что-то особенное, у нас есть этот ковчег, у нас есть этот ящик, все, мы будем спасены. Чем заканчивается эта битва, в конце концов? Посмотрите, стих 10, филистимляне вступили в бой и разбили израильтян, так, что те разбежались по своим шатрам, и в той страшной битве пало у израильтян, сколько? 30 тысяч воинов. Вот, кажется, ну нет смысла вообще во всей этой главе и во всем этом описании. Ведь до того, как у них был ковчег, сколько погибло, помните? 4 тысячи. Теперь они сказали, вот у нас он среди нас, вот он в наших руках, теперь мы одержим победу, они потеряли 30 тысяч. Потому что вера их была и ожидание этой победы было не в том, чтобы Бог был среди них, чтобы Бог сам благословил эту битву и их сражение, а им казалось, вот где амулет, вот где наше спасение, вот теперь мы держим что-то в своих руках, теперь одержим победу. В этом заблуждение многих и многих христиан сегодня, когда урок 3, о котором мы с вами только что говорили, заключается в том, что заложник не может сам себя выкупить. И нам кажется, вот если я буду приходить на каждое молитвенное собрание, я буду победителем. Хорошо приходить на молитвенные собрания, нужно приходить на молитвенные собрания, но это не есть наше спасение. Потому что спасение наше только в присутствии Божьем в нашей жизни, который может нас выкупить. Или кто-то скажет, я буду миссионером, я буду кому-нибудь преподавать уроки библейские, слава Богу за это. Но это не амулет, и в этом нет спасения без того, чтобы присутствие Божие было в вашей жизни. Или кто-то может сказать, я теперь буду более честен и жертвенен в своей десятине пожертвования, которые я буду приносить Богу. Слава Богу, делайте это, но в этом нет спасения. Это лишь отражение вашего желания быть верным Богу, но это не гарантирует спасение. Или кто-то скажет, я буду теперь более тщательно исполнять каждую заповедь Господню. Слава Богу за это, да? Слава Богу, когда мы исполняем заповеди Божьи, но наше спасение не в исполнении заповедей Божьих, а наше спасение в той крестной смерти, где выкуп был уплачен за мои грехи. И если этот выкуп был уплачен, то Господь теперь берет меня в свои руки и говорит, вот теперь ты мое дитя, теперь ты мой сын, теперь ты моя дочь, что ведет меня к четвертому уроку на сегодняшнее утро наше, последний урок. Освобождение возможно только выкупом Христа. И вот это освобождение, и есть освобождение меня от зла, освобождение меня от греха. Потому что когда Христос говорит об этой новой жизни, Он сравнивает эту новую жизнь с новым рождением. Помните, даже когда в Евангелии от Иоанна 3 главе Христос говорит со священником, говорит о том, как начать эту новую жизнь, Он сравнивает с чем это? С новым рождением. Он говорит, должен родиться, новое рождение начинается, новая жизнь начинается. И опять Иоанн теперь, который хорошо эту мысль усвоил, в 1 Иоанна 3 главе, если вы на минутку туда со мной отправитесь сейчас, в 1 Иоанна 3 главе, 9 стихе, Христос теперь через Иоанна говорит о том преображении, которое мы с вами приобретаем, когда мы рождены с вами, рождение это получаем от Духа Христова, и это рождение, которое наполняет нас, я хочу прочитать этот текст, и я предлагаю, у кого есть священное Писание, прочитайте. 1 Иоанна 3 глава, стих 9, где сказано, «И всякий, кто от Бога, что дальше сказано, от Бога рожден, не для греха живет, ибо в нем, что в этом человеке находится? Семя Божие, семя Божие». Он и не может грешить, он и не может грешить, почему? Потому что он теперь рожден от Бога. Вы знаете, в этом для всех нас, в этом добрая весть заключается, в этом весь смысл нашей христианской жизни. Бог хочет, чтобы мы жили обновленной жизнью, но эта обновленная жизнь не в наших руках, и не в этом ковчеге, и не в этом служении, и не в этом покорном исполнении того или иного, а она заключается в том семени Божием, которое мы получаем в себя для того, чтобы природа греховная наша, природа человеческая, была искоренена новой природой, Божьей природой, которая начинает в нас прорастать. И когда эта природа от семени Божьего в нас прорастает, то и растение меняется, и природа меняется, и дух в нас меняется, и наше отношение, и наш характер, и наше поведение, все начинает меняться в нашей жизни, потому что это семя Божие, оно живое семя, оно растет, и оно меняет нас, потому что дух Божий совершает эту метаморфозу. Греховная уходит, божественная, чистая, приходит на смену всему этому. Гнев человеческий, раздражительность, непрощение, злоба, все оно начинает умирать, а Божья природа меняет наше ДНК. И каждая клетка нашего организма начинает меняться, потому что семя Божие меняет мой дух, меняет мою жизнь, меняет мое поведение. Я становлюсь совершенно другим мужем, совершенно другим отцом. Я становлюсь другим соседом для людей, живущих, потому что это семя Божие производит эту перемену. И в этом семени великая сила заложена, которая гораздо сильнее, чем все, что есть на этой земле и на этой планете. Вы знаете, у меня в церкви, где я сейчас совершаю служение, есть хорошая молитвенная семья. Жена, ее зовут Рита, она молится с утра до ночи. Я знаю, я вижу ее в церкви на коленях. Она приходит среди недели, молится о своих детях, о своих внуках, о своей семье. И как-то, когда я еще только переехал на то место служения, она мне говорит, Петр, я хочу, чтобы ты встретил, пообщался, встретился и пообщался с моим мужем. Его тоже зовут, как и тебя, его зовут Пит по-английски. Она говорит, я хочу. Поехали вместе, мы его позовем на обед, и он тебе что-то расскажет о своей жизни. Я говорю, да, я хочу, конечно. И мы встретились в довольно бурном месте, там была масса людей, все едят, и столы настолько близко стоят друг к другу, что если тут кто-то что-то говорит, то все слушают вокруг. А Пит этот оказался, он настолько громкий, настолько разговорчивый, и только мы сели, заказали что-нибудь покушать. Он говорит, слушай, я хочу рассказать тебе великое чудо, которое Бог в моей жизни совершил, потому что когда мы с Ритой поженились, он говорит, жили в Нью-Йорке. И дети у нас родились, и говорит, но я не мог никак отказаться от алкоголя. Он говорит, этот алкоголь ну просто меня убивал, ну совершенно убивал, и я не мог даже работать. Я терял одну работу, находил другую работу, но этот алкоголь полностью лишал меня способности здравого суждения. Я не мог не начать день без алкоголя, не закончить день без алкоголя. Это был ужас, такой мрак был в моей жизни. И знаете, он так это громко рассказывает в этом ресторане. Я смотрю, все перестали есть, на него смотрят. И слушают эту его историю. А он говорит, а потом в конце концов Рита собрала семью, забрала детей, сказала, я уеду к своей сестре, потому что я так больше жить не могу. Я с тобой жить не могу, потому что все твое поведение, оно разрушает нашу семью. Ты приносишь этот весь мрак. Ты губишь нас всех. А он говорит, собрала чемодан, взяла детишек всех и уехала в штат Теннесси. А я остался один в Нью-Йорке. Он говорит, на меня такая тоска напала, такая скорбь. Я полностью забыл вообще, зачем я живу. Я не хотел домой возвращаться. Я стал жить на улице. Просто на улице. Я жил в этих коробках из-под картона. Я укрывался всякими тряпками, которые мне под руки попадались. Но у меня было только одно желание найти где-то еще, еще бутылку, еще одну, еще хоть что-то выпить, чтобы залить этот мрак, который был во мне с утра до ночи. И он говорит, это было просто невозможно. Я просто хотел одного. Я хотел умереть и больше ничего не хотел. Хотел только выпить, забыть все и умереть, и закончить свою жизнь. Когда он уже это начал рассказывать, то вот вам честно скажу, все сидящие вокруг забыли обо всем, что они заказали. Они все сидели, и все внимание, все глаза были на него. Я тоже сижу на всех людей, смотрю, сидящих рядом с нами. Он говорит, слушай, потом в одну ночь, в одну ночь, я знаю, ложился, там уснул, небо было чисто. Я сплю в этой коробке, этой коробке из какой-то мебели, и вдруг на меня что-то льется. Он говорит, я не могу понять, небо было чистое, все было хорошо. Я, говорит, голову высунул, смотрю, такой же другой, стоит, как я, и мочится прямо на меня и на мою коробку. Он говорит, я вдруг, как протрезвел протрезвел в этот момент, посмотрел на себя и говорю, Господи, что же это со мной? У меня же есть жена, у меня же есть четверо детей, Господи, я так жить больше не могу и не буду. Он говорит, я встал, мокрый весь, пошел, как был, зашел домой, он говорит, что-то там нашел, переоделся на скребу своих знакомых и друзей, все, что мог, чтобы только оттуда уехать, нашел свою жену в Теннесси, приехал и сказал, Рита, я больше никогда не возьму в рот ни одной капли. И мы сидим с ним в этом ресторане, он говорит, в этом году 25 лет, как я не взял, ни одной капли в рот. И он мне говорит, Петр, я хочу, чтобы ты со мной сходил на одну из встреч анонимных алкоголиков. Пошли со мной, я хочу, чтобы ты поприсутствовал, я тебя представлю как своего пастора. И он говорит, то есть он туда регулярно ходит, и я пошел с ним, я никогда в жизни не был, к сожалению, на вот этих встречах, потому что я не имел представления о том, что они там делают и чем занимаются. И когда он привел меня туда как раз в этом именно месте, он должен был рассказывать о своей жизни, и о том, что произошло в его жизни 25 лет тому назад. Должен вам сказать, когда он рассказывал, то я чувствовал у всех прямо мурашики по коже. Потому что невозможно было смотреть на этого мужчину, который искренне рассказывал о той новой жизни, о том преобразовании, о том изменении, которое произошло в нем, когда он стал совершенно иным человеком. И он закончил это все, сказав, вот это Бог сделал для меня. И слушая его рассказ, и слушая это удивительное чудо божественной силы, я вновь убедился в том, что мы не должны с вами жить во грехе. Мы с вами должны жить как победители. Если Бог мог сделать это в жизни Пита, то Бог может сделать это в жизни вашей, и вашей, и в каждой жизни, молодой, пожилой. И что бы это ни было, и совсем не обязательно это имеет отношение к алкоголю, это может иметь отношение к духу непрощения, к духу злобы, к духу раздражения, к духу гнева, к нашей греховной человеческой природе, которая проявляется в этом грехе, когда мы с вами живем в рабстве у дьявола. А Господь говорит, я могу это новое семя дать вам, я посею это семя в вашем сердце, в вашем сознании, для того, чтобы жить, как дети Божьи, в этом великое чудо, чтобы жить, как дети Божьи, чтобы во всем проявлялась победа, победа, как лучших мужей на свете, лучших жен на земле, чтобы дети наши, видя нас, могли сказать, вот действительно, Дух Божий живет в моей маме, Дух Божий живет в моем папе, потому что они живут так, как они верят, потому что Дух Божий живет в них, Дух Божий меняет их жизнь. Я знаю, это непросто. Это было непросто для Христа умереть на кресте Голговском, но только лишь благодаря Его выкупу и Его семени мы сегодня можем жить, как дети Божьи, жить, как победители. Давайте помолимся вместе. Я приглашаю вас к молитве. Господь наш. Господи, сегодня мы, как израильтяне, надеемся, что, может быть, вот этим или этим или этим мы сможем заслужить себе победу и сможем быть победителями в этой жизни, но терпим поражение за поражением и видим, Господи, как мы теряем и детей своих, и теряем и внуков своих, и теряем друзей и близких, потому что, Господи, мы не ищем победы в Тебе. Сегодня я хочу, Господи, чтобы каждый из здесь присутствующих молился о том, чтобы семя Твое вошло в наше ДНК и изменило саму природу нашей жизни, чтобы это ДНК было духовным, небесным, спасительным, Твоим ДНК, где царствует любовь, где царствует милость, где царствует доверие, которое, Господи, уже не моею силою, не моими заслугами, но силою Твоей преобразующей силой, растущей в моем сердце и в моем сознании. В этом мы станем победителями над грехом. Мы хотим жить этой обновленной жизнью, начиная сегодня. Просим все во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.